Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! В общем, сегодня поговорим о политике. Как раз в Москве, в центре Москвы, проходят очень интересные события. Сейчас проходят незаконные митинги в поддержку Навального. И на эту тему все уважающие себя блогеры создали какой-нибудь контент. Вот и мы не хотим отставать. В общем, несколько слов о наших политических убеждениях вначале. Мы, как сторонники стратегического подхода ко всему, к чему можно подходить стратегически, поддерживаем ту политическую силу, которая, во-первых, как ни странно, защищает наши интересы. Точно! Иначе зачем нам участвовать в чужих разборках? Во-вторых, велика вероятность, что она нас не кинет. Нет, не кинет, потому что мы и наши единомышленники могут на эту политическую силу влиять и надавить, если она захочет нас все же таки кинуть. И, в-третьих, эта политическая сила имеет большие шансы на победу. Потому что если мы с кем-то связались и они победили, мы получим хорошего совсем немного. А если эта политическая сила потерпит поражение, мы потеряем все. Ну да, за участие в политических мероприятиях могут и покалечить, могут и в тюрьму посадить, могут даже убить. То есть нам совершенно пофиг, как эта политическая сила называется. Ну, на то и политика. В общем, мы советуем придерживаться аналогичных политических убеждений, потому что у кого такие практичные и циничные политические убеждения, тем нельзя манипулировать с помощью политтехнологий. Он просто не поведется. Да, сейчас народ спросит. И все-таки мы за Путина или за Навального? Ну так мы ни за того, ни за другого. Более того, мы даже не за и не против Патриарха Кирилла. Мы не за и не против мятежного Схи-Игумена Сергия Романова. Мы даже не за и не против ни Аргентины, ни Ямайки, у которых счет 5-0 в каких-то спортивных соревнованиях. Ни с кем из упомянутых, потому что у нас нет общих интересов. И мы больше чем уверены, что им до нас, ну в общем, в туалет сходить по-большому и по-маленькому. Не будут они нас защищать, не будут они нам помогать, не будут они защищать наши политические интересы. И тогда с какого перепугу мы будем что-то делать для них. И нам совершенно не жалко будет ту сторону, которая проиграет в борьбе. Даже если они прибьют друг друга, нам их не жалко. Нам их конфликт не больше, чем просто зрелище. Как остросюжетный фильм. Потому что это не наша борьба. И поэтому мы в ней занимаем позицию сторонних наблюдателей. Сторонних наблюдателей. Сторонних наблюдателей. Потому что это не наша борьба. Не лезем мы в чужой конфликт. Не лезем мы в чужие разборки. Обычно после такого ответа идет сразу вопрос. А при каких обстоятельствах мы бы включились в политическую борьбу? Ну, Лена, какие у нас вообще могут быть политические требования? Ну, например, классика «Хлеба и зрелищ». Ну, у нас это пока все есть. Интернет полон зрелищ. Телевизор у нас сейчас цифровое телевидение, даже на даче. Хорошее качество, интересные программы, научно-популярные, музыкальные. Так что со зрелищами у нас все в порядке. Идем в магазин. Все в продаже есть. Причем денег нам хватает пока. А бороться за то, чтобы красная икра стала в два раза дешевле, или чтобы треска стала в два раза дешевле, мы за это не будем бороться. Мы пойдем и купим мы свиной окорок. Ложаем и съедим. Да, логично. Ну, тогда с учетом коронавирусных ограничений. Хотим дышать свободно! Ну, это, кстати, да. Это как раз это требование. Мы с ними полностью согласны. Иными словами, долой масочный режим. Вот это соответствует нашим интересам. Да. Мы знаем, насколько вредно длительное ношение масок. Мы это читали на сайте Лиги защиты пациентов. Мы даже провели в прямом эфире научный эксперимент на хэллоуинскую тыкву. Надели медицинскую маску, и свечка в ней через несколько секунд погасла. Хотя якобы маска не затрудняет дыхание. Мы знаем, как коронавирусные ограничения нарушают гражданские права граждан. Ну да, презумпция виновности. Каждый объявляется потенциальным носителем вируса и обязан носить маску. По логике, каждый может являться террористом. Значит, давайте всех расстреляем. Ну, а вот каждый мужчина является потенциальный насильник. Значит, давайте всех кастрируем, может быть, так? Ну, тоже как вариант. Или на основании теста с эффективностью 50% людей сажают на карантин и штрафуют. Так, по логике, можно распустить следственный комитет и сажать в тюрьму по подозрению, типа похож на бандита. Ну да, что-то рожа какая-то бандитская. Посмотрел психолог, да, рожа бандитская. Ну и в тюрьму, зачем следствие какое-то вести, зачем доказывать виновность, улики собирать. Ну вот по логике коронавирусных ограничений так. Да, а вот пожилые. Ну, а вот пожилых вообще закрыли на основании возраста. Это вообще какая правовая оценка? А, хорошо, хоть не на принудительную эвтаназию. Ну да, принудительная эвтаназия за укрывательство пожилых родственников, всю семью на расстрел, примерно как фашисты за укрывательство евреев. Почему Навальный про это не снял фильм? Если он против Путина, если президент такое беззаконие одобряет, то он фашист, его надо судить. Если президент это не видит, то он невменяемый, и ему надо срочно на пенсию. Зачем придумывать какой-то дурацкий дворец, который президенту дали в виде взятки? А Навальному это не надо. Он выполняет типичную роль подконтрольной текущей власти оппозиции. Ему не надо свергать Путина, ему не надо разваливать Россию, как считают некоторые блогеры и политаналитики. Его вполне устраивает проводить такие политические протесты, которые не опасны для текущей власти. Он не первый год этим занимается. Всех это устраивает. Иначе бы его не было там, где он сейчас есть. То есть это его не первый такой митинг. Он и под следствием сколько раз сидел, и несмотря на все судимости, его за границу как-то выпускают. То есть это все говорит о том, что он устраивает текущую власть. Как в России, так и за рубежом. Да. Подобная оппозиция известна со времен позднего средневековья. То есть, когда подконтрольный и верный королю человек якобы начинает готовить мятеж, его не трогают. Но тех, кто ему симпатизирует, хватают и вешают, как мятежников. Ну вот если случится серьезный протест против текущей власти, то его возглавят более серьезные и решительно настроенные люди, и Навальный потеряет свою должность придворного мятежника. Поэтому он и собирает на свои мероприятия таких, ну, придурков, которые могут поверить, что президенту дают взятки дворцами. Как смешно. То есть, Навальный ставит для своих последователей такой социальный фильтр, чтобы на его мероприятие шли люди, абсолютно не разбирающиеся в политике. Чтобы самого Навального не подсидели. Ну, конечно, потому что если придут люди, которые в политике разбираются, и которые действительно собираются свергать того же Путина, менять что-то в стране, ну, они сразу Навальному скажут, Леха, подвинься. Ну, конечно. Здесь не разбираешься. Сейчас мы будем по всем правилам организации не какой-нибудь цветной революции, а обыкновенной, социалистической. Да. На основании имеющегося опыта. Ну, вот на мероприятие Навального идут школьники, которые хотят показать свою крутизну. Гоблин по имени Дмитрий Пучков называет их малолетние дебилы. Кстати, Лена, объясни малолетним дебилам, почему дворцами взятки не дают. Ну, потому что сразу дворец не приносит никогда прибыль. Его очень дорого содержать. А жить сразу в сотни комнат один человек в принципе не может, да ему это не нужно. Дворец это всего лишь административное здание, которое используют для вполне конкретных целей. Кроме этого, когда взятку дают, то делают это так, чтобы не было видно. А дворец слишком заметен, он большой просто. Ну, в капиталистическом обществе вообще не дают взятки первым лицам государств. Им дают возможность купить акции высокоприбыльных предприятий. Если у Путина есть акции Газпрома, которые дают большую прибыль, то ему совершенно не нужно участвовать в сомнительных финансовых операциях. Точно. Потому что именно из дохода от ценных бумаг получаются сверхвысокие зарплаты топ-менеджеров. Потому что это не зарплата, а дивиденды по акциям. Ну да, дивиденды по акциям. Никто не расписывается, никакой там Чубайс, в том, что у него зарплата 3 миллиона в день. Это такой доход приносит акции. А он наверняка владеет акциями самых разных прибыльных компаний. Там по энергетике и естественных монополий. У Путина то же самое наверняка. А вот злоупотреблять при строительстве дворца и брать взятки может только милкий чиновник, который не имеет более законных способов употребления власти в корыстных целях. Да, президенту, конечно, дарят всякие часы, машины, породистых щенков. Но это именно подарки, национальное достояние. И стоимость этих подарков на аукционе велика не из-за того, что президенту безумно дорогие подарки дает, а из-за того, что это подарок президенту. То есть уникальный исторический артефакт. Да, в общем, Навальный показывает иностранцам, что в России якобы оппозиция есть. Получает за свою деятельность донаты от заграницы и, честно, их отрабатывает. Ну и надо точно понимать, что заграница не дураки, чтобы думать, что такая антиправительственная деятельность, которую Навальный разводит, и такого вот человека, как Навальный, может свергнуть Путина, может развалить Россию. Мы живем при капитализме, и у власти находится мировой капитал, а ему нужна стабильность или нестабильность такая, которую можно контролировать. Потому что, если в России случится что-то серьезное, то могут прийти к власти какие-нибудь неадекваты, которые нажмут кнопку и устроят ядерную войну, и добро пожаловать в первобытную общину и строй. Ну, понятно, что мировая элита, она эту войну пересидит в бункерах, но они из бункера выйдут, и они уже не власть, потому что капитала нету, капитализма нет. Первобытный общинный строй. Весь их капитал обесценился, и здесь уже важно уметь организовывать племена и уметь владеть дубиной. Ну да, а они это не умеют. Ну да, и они вылезут и сразу их съедят. Те, кто уже обустроился, научился жить первобытно общинным строем. Да-да-да, это точно. Может быть, все проще. Новый правитель закроет границы железным занавесом. Тоже вариант. И отгородит Россию от мирового капитализма. Будет строить социализм или феодальное государство, мировому капиталу, в интересах которого работают Навальный и Путин, тоже не понравится. Ну, конечно, не понравится. Кстати, протестные акции Навального это очень опасная игра как для самого Навального, так и для вообще всего мира в целом. Даже если у него, у самого все отлажено, то есть он хулиганит, чуть-чуть шумит, его сажают, потом выпускают, ну вот может случиться спонтанное возникновение новых политических сил. Например, какой-нибудь малолетний дебил вышибет камнем глаз полицейскому и сядет в тюрьму. А у этого малолетнего дебила есть мамочка и папочка, которые не дураки, и которые так бы просто вели бы свой бизнес, зарабатывали бы денежки, а так за своего любимого сыночка они начнут применять усилия, чтобы этого сыночка из тюрьмы достать. А так как статья у него серьезная, нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей, то такого вот из тюрьмы достать можно только одним способом. государственный переворот и тогда все, кто выступал против свергнутой власти, они вроде как политические заключенные и есть шанс, что их выпустят всех как борцов с кровавым путинским режимом. И поэтому как бы человек, который не хотел заниматься политикой, вдруг оказывается втянут в политику. Ну да. Вот помню исторический пример. Молодой парень связался с террористами, готовил покушение на царя, получил за это вышку, но его брат оказался умным и вместо того, чтобы заниматься терроризмом, начал вести серьезную политическую борьбу со старым режимом и добился успеха. Ну, сначала, конечно, учился, читал литературу соответствующую, он, соответственно, как брат террориста подвергался всяким притеснениям во время учебы, пришлось ему учиться хорошо. Это, эти притеснения его еще больше натолкнули на мысль, что с кровавым царским режимом надо что-то делать. Да. Ну и поэтому стал успешным революционером и организовал победоносную социалистическую революцию. Ну правда не с первой попытки много сил, времени на это ушло, но результат налицо. Слабого, да. Да, мы в школе это, конечно, все проходили, вот не случилась бы такая неприятность с братом, то был бы простой юрист. Так может произойти и сейчас. Потому что участников незаконных митингов арестовывают, сажают и следующие митинги уже устраивают не ради каких-то амбиций Навального, а для того, чтобы выпустили тех, кого задержали на предыдущих митингах, как политзаключенных. И здесь уже Навальный вроде как в стороне, всех своих сторонников кинул, может быть, даже под арестом отдыхает. А какие политические силы задействует мамочка, чтобы освободить своего непутевого сынка, неизвестно. Ну, типа, зачем нужна Россия, зачем вообще нужно жить на земле, если мой единственный любимый сын в тюрьме сказала маму малолетнего дебила, нажимая кнопку с печатью Бафомета. И настал пипец. Ну, и сейчас наши зрители нас начнут спрашивать, почему мы сами ничего не организуем, хотя бы против масочного режима и коронавирусных ограничений, если мы такие умные. А потому и не организуем, что умные. Да, у нас есть политические амбиции, у нас есть политические интересы, мы понимаем, что в мире очень много всего неправильного, и что очень много надо менять. Но мы же многократно сильнее нас, которые нас могут вообще раздавить как тараканов. Вот, например, если бы в каждом магазине по инициативе продавцов с бурной поддержкой покупателей состоялись бы выступления против масочного режима, против проклятых намордников, мы бы с большим удовольствием поучаствовали. Но только когда вот все массово выступили против этого. Только когда нас много и мы организованы. А этого нет сейчас и быть не может, потому что для организации таких мероприятий против власти должны быть параллельные органы самоуправления, какими накануне Великой Октябрьской революции являлись Советы рабочих христианских солдатских депутатов. Ну да, сначала организовать Советы, а потом уже лозунг «Вся власть Советом!» Да даже не надо лозунг «Вся власть Советом!» Надо просто высказать текущие власти от имени народа, так, чтобы эта власть услышала голос народа, то, что народ с действиями власти не согласен. При божиазной демократии эту функцию выполняют политические партии и общественные организации. Сейчас эти структуры не справляются со своими задачами по самым разным объективным причинам. Например, все куплены. Как вариант. А те, кто не куплены или дураки, или действуют исключительно в рамках своих личных амбиций. Собственно, поэтому мы и не участвуем ни в каких политических мероприятиях. И мы остаемся сторонними наблюдателями. Мы просто смотрим, видим, что пока у нас никаких шансов на успех нет, поэтому просто смотрим и сохраняем себя. И не хотим участвовать, ибо политических организаций гадючник посерьезнее, чем в РПЦ. Но не факт, что побольше, но сравнимый. Там такие же фанатики. Для них, вот, для тех, кто ходит на митинги Навального, там Навальный этот, примерно как для православных почитателей старцев, как какой-нибудь их духовник, какой-нибудь отец Пегиди из какого-то монастыря, какой-нибудь такой дедок несет всякий бред, не берите паспорта, не берите НН, не делайте прививки, а все ой, как батюшка умно говорит, хорошо говорит, так и сторонники Навального. Да, такие же фанатики. Они особо критического мышления не имеют, политики не разбираются, поэтому своеобразная секточка, только политическая. Ну, конечно, мы считаем, что те, кто ходит на эти митинги, люди очень неумные, но мы их не поддерживаем и не осуждаем, да, потому что если хочется людям экстрима, политики, ну пусть лучше так занимается политикой, чем, например, занимается терроризмом. От которого невинные люди страдают. Ну вот сядет этот малолетний дебил на несколько лет в тюрьму, пока сидит, будет в тюрьме общаться с умными опытными людьми, будет читать умные книжки про политику. Капитал от Карла Маркса и полное собрание сочинений Ленина. Ну, кстати, как вариант, успешный опыт политической борьбы. Точно. Потом сделает успешную политическую карьеру. История русской революции. Мы знаем, что многие революционеры тоже начинали свою карьеру с незаконных митингов. То есть рабочие забастовали и вот этот пацан он там бегает, листовки разносит, там что-то кричит, набирается опыта. Вот, пожалуйста, полно фильмов черно-белых советских как на революционную тему, как, например, «Как закалялась сталь». Вот. Да, это точно. Пак Корчагин. Да. Кто книгу не читал, может посмотреть. То есть вот политика личное дело каждого. Но лично мы практичные и циничные. Мы в чужие конфликты не лезем и готовы защищать свои интересы только тогда, когда уверены в победе, в противном случае предпочитаем смириться, уступить, ибо лучше быть живой крысой, чем дыхлым львом. Ну, это да. Себя бережем хотя бы. Ну, да. Но если изменится политическая ситуация, то вполне возможно, что мы к какому-то политическому движению примкнем, а потом от него отойдем и к другому политическому движению примкнем. В политике именно так и делается. В политике верности не бывает. политика поэтому не говорит, что дело грязное. Ну, на самом деле это не грязное дело, а политика это та область, где очень ценится стратегическое мышление, где ценится разум. Это точно. Да. Вот примерно как так. Вот все, что мы хотели сказать про наши политические убеждения и про наши отношения к проходящим сейчас в центре Москвы и в других городах незаконным политическим митингом. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо большое за внимание. Это были Калян Платков и Лена Магадан. Подписывайтесь на наш канал Платочек, ставьте лайки, пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать на нашу принимаем хейт и говорим, что ни Путин, ни Навальный нас не донатили. И мы прекрасно понимаем, что и донатить нас не будут. Это сразу отвечаем на вопрос, сколько вам заплатили за это видео. До свидания. Спасибо за внимание.